Здесь не было ничего, ни монастыря, ничего. Здесь была инфекционная больница. Геннадий Сарычев – легенда самарского футбола. В районе площади Славы живет с 61-го года. С этой горы с женой когда-то катались на лыжах, сегодня гуляет здесь с правнучкой и наблюдает за тем, как идет реконструкция. Что касается всех этих прелестей, которые будут, конечно, хорошо. Это история. Мемориальный комплекс на площади Славы должен увековечить основные события истории региона и рассказать о выдающихся земляках. Стелла включает в себя 20 тематических ниш. Над их содержанием трудились историки и архивисты. А прошлым летом оно было вынесено на всенародное обсуждение. Рабочая комиссия учла все замечания. Были собраны дополнительные мнения экспертов, предложения. Эти предложения были обобщены. И на сегодня мы можем сказать, что в принципе мы готовы говорить о том, что мы имеем контент, который необходимо на этой стене воплотить уже каким-то художественным образом. Стена Славы, как называют ее авторы проекта, станет настоящей энциклопедией региона и гордостью земли Самарской. Здесь запечатляют имена всех, кто ее создавал, строил, кормил и защищал. И в этом огромный воспитательный момент. Мама, приведя сюда своего ребенка или дедушка-внука, увидев имена, фамилии, смогут что-то рассказать новому поколению о судьбе нашей области. И безусловно, как несколько раз я видел, детей из детского сада приводят к вечному огню. Это будет новое место встречи детей, молодежи и взрослых людей. Содержание некоторых ниш будет пополняться. Появятся новые герои, произойдут важные события. Волжский склон ждут и другие грандиозные изменения. Здесь будут фонтаны, газоны, амфитеатр. Но и сегодня на смотровой площадке всегда многолюдно. Вид хороший открывается, нам не очень нравится. И, конечно, поэтому приводим сюда гостей города, что-нибудь показать. Вот ждем, когда и эту территорию будут тоже использоваться. Ну, какое-то общественное пространство. Информационные баннеры можно будет изучать в течение всего лета. Параллельно начнется творческий конкурс на лучшее визуальное оформление их содержимого. По итогам победитель сможет воплотить свою идею в металле, бронзе или мраморе. Инесса Панченко, Артем Сулайманов. События.